Привет, красотки! Как вы уже поняли по названию, сегодня мы будем делать макияж для 14 февраля. Немножко по истории. Я, когда планировала это видео, я в своих мыслях видела его таким челленджем своего рода, поскольку я никогда не делаю именно нюдовые макияжи, и я их не люблю. Ну, мне немножко скучно, если честно. Но, несмотря на это, я знаю, что есть многие ребята, представители мужского пола, которые больше всего ценят тот вид девушек, которые, скажем так, делают макияж без макияжа. Вернее, эти парни искренне считают, что вот есть определенный сорт девушек, которые без макияжа выглядят так, словно они сошли с обложки журнала, у которых идеально ровная кожа, нет синячков под глазами, соболиные брови, естественный румянец. Я думаю, вы понимаете, про что я говорю. Эти ребята даже не догадываются, что, чтобы так выглядеть, нужно провести зеркало минут 40, как минимум. Вот, я хотела сделать что-то из этой оперы. Но, к сожалению или к счастью, в процессе что-то где-то свернуло не туда, и получилось то, что вы видите сейчас. И если вам все-таки любопытно, как я сделала именно этот макияж, то я приглашаю вас к просмотру этого видео. А теперь давайте отмотаем машину времени немножко назад, где у меня еще нет макияжа. Но это дело поправимое. И, конечно, собираюсь я начать с тонус, с тональной основы. В последнее время я очень поистрастилась к вот этому каэльскому малышу Аквапетит Би-Би. Хочу его закончить. И почему бы, собственно, сегодня этим тоже не заняться. Мне нужно к нему добавить капельку аджастера светленького, потому что я все-таки поняла, что этот тональный крем мне темноват. Неожиданное открытие после полгода носки. Так что я возьму еще светлые капельки от Эссенс и размешаю их с тональной основой. Ну что ж, теперь стоит заняться моими бровями. В последнее время я очень поистрастилась к помадке для бровей с Алиэкспресс. Это фирма E-Magic. Ссылочка на обзор будет вот здесь. Но, так как я хочу сделать этот макияж максимально околонюдовым, помадка, к сожалению, я думаю, будет немножко выдавать то, что брови все-таки нарисованы. Поэтому сегодня я решила себе изменить и беру карандаш для бровей от Vivienne Sabo Brow Arcade. Сейчас я только что с ужасом осознала, что мне нужно теперь уложить брови гелем. Так как я вам объяснила, что уже, наверное, чуть ли не месяц я пользуюсь только помадкой для бровей, с грустью признаю, что гелей толковых-то у меня и нету. Ну и был бы всего один тоже от Vivienne Sabo. И он есть. Но просто он в таком ужасном состоянии, что я сейчас заранее извиняюсь. Так, я отодвину камеру подальше. Очень хитро, чтобы вы меньше его рассмотрели. Ну что ж, особо впечатлительно прошу отвернуться. Остальные мужайтесь. Вот оно. И оно было такого цвета не всегда. К сожалению, оно появило его от карандашей для бровей. Все равно нужно брови зафиксировать, поэтому нужно смеиться и сделать это. Дальше я заметила, что мое лицо блестит, поэтому нужно его и пудрить. Я сейчас возьму пудру от Eloy. Следом, по задумке у меня вариант превратиться из поведения в довольно-таки живую румяную девушку. И в этом мне помогут, как ни удивительно, румяна. Я решила выбрать румяна от Lilo, поскольку недавно я купила уже вторую упаковочку этих замечательных румян в оттенке 501 розовый ангел. И мне кажется, они очень отвечают 14 февраля, то есть Дню всех влюбленных. И не только потому, что называются розовый ангел, но еще и потому, что они очень нежные, такие розовые, приятные, девичьи, не знаю, воздушные. В общем, знаете, вот именно то, что нужно для того образа, который я хочу создать сегодня. Мне кажется, это выглядит так забавно, когда в какой-то момент кисточка просто как бешеная начинает на меня скакать по всему лесу с этими румянами. В макияже глаз мне будет сегодня помогать вот такая малышка от Makeup Evolution. Она называется у нас Choke Orange. И представляет собой 8 оттенков с зеркальцем, которые я досмотрительно закрою. В такой довольно теплой гамме. И еще я, пожалуй, обращусь к помощи моих однушек от Bernovich. Чуть не забыла сказать, девчонки, я уже нанесла базу под тени. Это сегодня у меня была такая вот база от Essence, которая уже мне веки затонировала. Когда я говорю слово веки, мне вот сразу в голове витом, знаете, поднимите мне веки и все такое. Ужасно звучит почему-то. В общем, я хочу сначала нанести на все веки вот этот оттенок. Он очень классный, персиковый, такой немножко сатиновый. И он смотрится абсолютно таким свежим и дает какую-то такую нотку легкости любому макияжу, как по мне. Поэтому я его очень часто использую. Даже как оттенок на все века. Если бы я делала супер мюд, наверное, на этом можно было бы остановиться, накрасить яснички и все. Королева. Вернее, такая нежная принцесса. Но все-таки это как-то скучно и неинтересно. И вам, и мне, поэтому будем мы лучше продолжать. Теперь нам нужно нанести какой-то оттенок в складку века. Для этого возьму кисточку пони от Эллуи. И оттенок из этой же палеточки вот такой вот. Он выглядит, не знаю, как на камеру, у меня он выглядит таким обычным, около коричневым. Но почему-то на глазах раскрывается и на коже раскрывается в теплый свет. Ну, сейчас посмотрим. Да, теплый рыжий какой-то. Немножко мне не нравится, конечно. Это не то, что я хотела, если честно. Так, я меняю свои шеи. Я беру в складку века свой любимый оттенок. Вот этот. Так, ну что, готово. Теперь настало время затемнить уголки наших глаз. Опять же, воспользуюсь этой палеткой. Возьму самый темный оттенок. Немножко неприятный сыпучий оттенок темный в этой палетке такой, с которым нужно очень аккуратно работать. Ну что ж, настала пора самого интересного. Это шиммер. И вот честно, прям на душе что-то скребется и хочет накреативить. У меня вообще-то все было продумано. То есть я кладу вот этот оттенок от середины века и до конца внутреннего уголка глаз. Но просто мой взгляд упал на вот этот такой доохромный оттенок от Бернович. И теперь хочется его попробовать положить на центр века, а продолжить уже тем красивым оттенком. Давайте так и сделаем. И знаешь, честно, я хочу немножко считать и взять клей для глиттера от NYX на свое подвижное веко. Поскольку с ним, с ним любой шиммер, любой металлик, любая блестящая штука смотрится в полтора, а закруче. Ну, почти любая. Но эта штука очень липкая, поэтому мне нужно постараться положить ее именно туда, где она мне нужна. Нет, честно говоря, знаете, у нас бы и без нее все получилось. Ну, раз уж она есть, почему бы ее не использовать? Я завожу этот оттенок уже и дальше глаза, то есть подсвечиваю им внутренний уголок и ближе к переносицу область. Сейчас вы наблюдаете картину, которая происходит у меня каждый раз, когда я хочу сделать что-то околонюдовое и спокойное. Ну что ж, осталось забраться с нижним веком. И, наверное, я не буду уже особо мудрить, просто продублирую наши шаги, ну, не считая этого дуохрома. Межрясничку буду прорисовывать карандашиком от Essence в коричневом оттенке, вернее, в оттенке горячего шоколада, как мне здесь написали. Пока я тут прорисовывала межрясничку, я придумала еще один маленький способ, как усилить немножко макияж глаз, так что парень и не догадается. Собственно, хочу использовать на центре своей слизистой карандаш в тон своим глазам. Я очень люблю этот маленький способ, заставить глаза, ну, ярче выглядеть, сиять, ну, вы знаете. Настало время туши. Сегодня я возьму коричневую тушь, знаменитую Вьен Сабо Кабаре, Кабаре Премьер. Недавно я купила, первый раз, кстати, и что хочу сказать, пока что мне тушь действительно нравится. Делает заметные ясницы, длинные, красивые и неплохо их подкручивает, к тому же. В общем, ну, не за это хвалит. Не за это, не за это. Наконец-то я могу сказать, что макияж глаз закончен. Единственное, что меня беспокоит, то, что у нас осыпалось тут немножко туши. Ну, я сейчас аккуратно вытеру и нанесу сверху консилер. И еще меня беспокоит то, что я собиралась делать гребаный около нюдовый макияж. Так вы знаете, чтобы ни один молодой человек не сказал, ну, ты намазалась. Но, увы, моя попытка провалилась. Консилер я также добиваю от Lilo. Ну, что я могу сказать. Пошла такая пляска, что теперь нужно добавить еще, желательно, еще чего-то на область скулы. Я выбрала бронзор от Catease. Запеченный. И не жалею, сейчас буду его добавлять. Потому что, насколько я вижу, у меня пока на лице только глаза с бровями. Что-то у меня кисточка была маловато. Куда же мы без хайлайтера? Я очень удачно вспомнила про свое сердечко от Makeup Revolution. И собираюсь им нынче воспользоваться. Буду набирать все три оттенка. И сверкаю розовым сиянием, которое, можно сказать, крупное. То есть, с крупными блестками. Ну, раз уж не ню, то и фиг с ним. Зато мне нравится оттенок. Завершающим аккордом сейчас выступит помада. Я вам уже показала то, что я хочу взять. Это помада от Colourpop в оттенке Zuma. И сначала я думала, что она не слишком сюда впишется. Но сейчас мне кажется, что розовые нотки все же в макияже есть. И, возможно, она сумеет их даже выгодно подчеркнуть. Ну, так или иначе, мы сейчас узнаем. Ну, что ж, хоть кое-что пошло и совсем не по плану. Все же мне нравится итоговый результат. Мне кажется, для моего образа нужна немного другая прическа. Ну, как? По-моему, стало немножко веселее. Ну, что ж, готов мой образ. И, вроде как, получился он совсем невызывающим. И даже довольно милым и нежным. В общем-то, именно этого я и хотела добиться. Пишите свои комментарии, как вам вообще видок, макияж. А я желаю вам замечательно провести 14 февраля. Причем, независимо от того, будете вы отмечать какой-либо праздник или же нет. Пусть этот день будет очень и очень хорошим. И на этом я с вами прощаюсь. И обещаю, что скоро мы увидимся в новых видео. Пока-пока!